Катманду День второй. Окхара. День третий. Брака. День второй. Добро пожаловать в Гималайи. Я рад видеть, что все, за исключением одного человека, смогли сегодня сюда добраться. Благодаря этим безбашенным пилотам вертолета, то что они доставили вас всех в такую погоду, в такую облачность, в эту горную местность, они сделали это играючи. Но это непросто. Итак, благодаря им все мы здесь, в одной группе. И мы уже практически на высоте 3500 метров. Начиная с этого участка, нужно соблюдать некоторую осторожность. Поскольку проблемы, связанные с такой высотой, могут быть очень неприятными. Мы гарантируем, что вы выживете, но головную боль предотвратить мы не сможем. Мы проделали весь этот путь не для того, чтобы устроить пикник. Мы проделали этот путь, потому что хотим, чтобы вы впитали нечто. Этот трек — хорошая подготовка для перехода к Кайлашу. У вас должно остаться что-то от Кайлаша. Вы все нашли свои палатки? Отлично! Проживание в палатках — это интересное приключение. Я уже не могу и припомнить, когда в последний раз я спал в палатке. Это было так давно, но это было очень весело. Короче говоря, прошлой ночью я выспался как никогда. Следующие несколько дней, пока мы будем здесь, пока вы не дойдете до Кайлаша и не вернетесь обратно, вам нужно просто впитывать. Просто дышите, вдыхайте эти горы. Это глубокий опыт. Сегодня первый день. Все прекрасно. Мы только что пересекли долину Монанг. С этого момента все начинают усиливаться. Мы останавливались у нескольких деревень, он раздавал печенье и сладости. И просто смотреть на эту любовь к каждому — это было замечательно. И путешествие с ним было прекрасным. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! СВЕТСКИЙ! Это был самый крутой отрезок, но все прошло нормально. Мы все немного замедлились. Уверен, что впереди нас ждет еще немало подобных участков. Я не знаю, у меня нет ожиданий. Я просто открыта и хочу посмотреть, что будет. Вы отправляетесь в паломничество. Паломничество — это необычное путешествие. Это путешествие внутрь себя. Путешествие внутрь себя — это абсурдный термин, потому что внутри отсутствует расстояние. Расстояние есть лишь в том смысле, что вместо того, чтобы смотреть в эту сторону, вы должны совершить разворот на 180 градусов внутрь себя. Вот и все путешествие. Идти никуда не нужно. Нет никакого расстояния. Только воображаемое расстояние. Вот и все. Поэтому если вы развернетесь, оно находится прямо здесь. Но для простого разворота людям требуется целая жизнь. Воспользуйтесь этой возможностью по максимуму. Воспользуйтесь этой возможностью по максимуму. С точки зрения высоты сегодня переход не представляет большой сложности. Мы лишь поднимаемся на 360-370 метров. Наш лагерь будет находиться на высоте 4100 метров. Пять минут. Готовность через пять минут. Единственное, что первые два с половиной километра — это крутой подъем. И вам придется нести свой завтрак. Пять минут. 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 Посмотрите на меня. Я не очень-то спортивный парень И каждый год я думаю, как я смогу пройти весь этот путь Я не могу ходить по беговой дорожке больше 30 минут подряд Но здесь, в горах, это получается само собой Я думаю, что это делаю не я, а мой учитель Скажите, что сейчас является самым ценным внутри вас? Ваши эмоции, мысли или жизнь, которой вы являетесь? Существует разница между тем, чем вы являетесь, и тем, что вы накопили Накопленное снаружи никогда не было вами И никогда вами не будет Но сейчас вам кажется, что это вы Если вы хотите подняться в гору Чем легче ваш груз, тем лучше, не так ли? Лучше идти налегке, потому что воздух разрежен Надеюсь, что непальская мобильная сеть не работает А моя работа только начинается Я всегда боялся высоты Но весь поход, и особенно в потенциально опасных ситуациях Знаете, мы пересекали зоны, где велика вероятность оползней Это крутой скользкий склон прямо в реку Я совершенно не чувствовал страха Вы меня слышите? Для тех, кто не хочет идти пешком, мы сделали несколько прекрасных склонов Дорога была крутой, скользкой и опасной Мы шли один за другим С нами были шерпы, благость садгуру Мы шли один за другим и смогли пройти этот путь Мы в горах Что означает, что мы примерно на 4000 метров ближе к небесам Чувствуете вы это сейчас или нет? Дело не только в кислороде Дело в давлении Когда физиология перестает так сильно влиять на вас Это прекрасное время Прекрасное время, чтобы стать осознанным Осознанность означает то, что свободно от памяти Тело Создано благодаря памяти Ум Это чистая память Если забрать вашу память, вы лишитесь и ума, не так ли? Поэтому всеми доступными вам способами Просто постарайтесь отложить на несколько дней в сторону все, что связывает вас с вашей памятью Сейчас лучшее время, чтобы сделать это Третий день похода Мы идем к озеру Телечо Конечно, Садгуру предупреждал нас, что это будет очень крутой подъем От базового лагеря мы поднимаемся где-то на 950 метров Почти на километр И дорога все время идет в гору Так что ваши ноги получат достаточно нагрузки Они все время работают А также постоянно не хватает дыхания Когда мы поднялись выше 4,5 тысяч метров Можно было почувствовать, как дыхание замедляется И вес начал ощущаться гораздо сильнее Были моменты, когда я останавливался, чтобы перевести дыхание Оглядывался вокруг и ловил себя на мысли Как же здесь красиво Мы добрались до озера Телечо Это красивое озеро В абсолютно первозданном виде Нетронутое И, конечно, на заднем плане почти видно гору Телечо Высотой 7 тысяч метров Это место выглядит совершенно нетронутым В какой-то момент ты словно переламываешь что-то в себе И мысли, которые беспрерывно прокручивают ум, перестают появляться Вы полностью вовлечены в свое тело и в окружающее пространство Нет ничего другого Вы не думаете ни о чем другом Вы просто сконцентрированы на этом одном Потому что оно настолько физически интенсивно Но в то же время это так красиво Поскольку вы сфокусированы на чем-то одном По крайней мере, для меня это было так Если вы возьмете свое физическое тело под свой контроль От 15 до 20% вашей жизни и вашей судьбы будет в ваших руках Если вы возьмете контроль над своим умом В ваших руках будет от 50 до 60% вашей жизни и вашей судьбы Если же вы возьмете под контроль своей жизненной энергии 100% вашей жизни и вашей судьбы будут в ваших руках Вопрос только в том, насколько это находится под вашим контролем Между землей, по которой вы идете И нежным цветком, который вы видите Нет различий Просто жизнь расцвела Вот и все Поэтому если жизнь по-настоящему расцветет внутри вас 100% вашей жизни будет в ваших руках Но если в вас расцветет благость Вы сами станете Богом Вы не будете равняться ни на что Внутри вас расцвела благодать Вы стали тем, к чему стремились Это путешествие всей жизни Я никогда не испытывал ничего подобного Это сложно передать словами Я получил все, о чем я только мог мечтать в своей жизни Думаю, это довольно точно описывает это путешествие Музыка Музыка Нет, в такую погоду лучше не использовать Музыка 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 Могу я задать еще один вопрос? Музыка Все свои истории я хранил в своем тербане Но сегодня я не надел его Так что... Я даже и не вспоминаю о том, что уже 4 дня не принимал душ Если подумать, не так уж я поэтому и скучаю Давайте сделаем перерыв Во сколько ужин? Есть, правда, совсем не хочется День седьмой Музыка 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 Сейчас мы находимся на Тибетском плато Это самое большое плато на планете И мы в трех с половиной часах езды от Монасаровара Убедитесь, что вы пьете достаточно воды, поскольку мы поднимаемся к отметке 4200 метров Обычно проблемы, связанные с горной болезнью, возникают только выше 4000 метров Если у вас начнется даже легкая головная боль, нам придется отвезти вас обратно в военный госпиталь, который находится здесь поблизости Поэтому, пожалуйста, следите за своим самочувствием Монасаровар – это не просто еще одно озеро Не заходите в воду, хорошо? Это не пляж, выглядит как пляж Но я хочу, чтобы вы испытали взаимодействие с ним определенным образом Мы дотронемся до воды, вступим в контакт с водой определенным образом Начинать можно прямо отсюда, так будет лучше Но, по крайней мере, последний час я хочу, чтобы вы повторяли мантру Хорошо? Вы знаете мелодию? Шива Шамбо, я буду с вами Ладно, давайте посмотрим Ладно, давайте посмотрим Субтитры создавал DimaTorzok Это самое прекрасное место из тех, что я когда-либо видела Я много путешествовала, но никогда не была в таком умиротворенном и волшебном месте, как это Каждый час свет меняется Сначала фиолетовый, потом зеленый, потом синий Это завораживает Когда я был гораздо моложе, что-то вроде Моноса Ровера стало бы для меня большим раздражителем Потому что я не мог оставить в своей жизни ничего невыясненным Но сейчас я примирился с тем, что некоторые вещи невозможно объяснить и все тут Многое в этом мире называют тайной В том смысле, что все, что лежит за пределами вашего понимания, для вас тайна Каждое понимание – это отсутствие понимания Потому что жизнь невозможно понять Жизнь можно прожить, ее можно испытать Вы можете пульсировать жизнью, но ее невозможно понять Понимание означает, что вы нашли смысл Смысл По сути, является психологической потребностью С точки зрения существования, никакого смысла не существует В чем смысл этой гальки? В чем смысл озера? В чем смысл необъятности неба? Расскажите уткам о значении, которое вы нашли в Моноса Ровере Они скажут кря-кря-кря Так что, по крайней мере, в следующие несколько дней на Моноса Ровере Кайлаше Не делайте никаких умозаключений О, Шива – это божественный Махадев Вы понятия не имеете, кто он такой Давайте посмотрим Единственное, что сейчас имеет значение Жизнь, которой вы являетесь Функционирует ли она на полную или нет? Вот и все Это все, что вам нужно делать Завтра озеро сделает это с вами Субтитры создавал DimaTorzok 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 Внутри было так тепло Я знаю, что мне было холодно, но я ощущала тепло Не знаю, как это объяснить Обычно мне требуется очень много времени, чтобы включиться Но сегодня утром, когда там был Садгуру, это было просто ошеломляюще В своей жизни я, наверное, плакал раз пять, не больше И сегодня был один из них Мой гуру коснулся моей внутренней сути. Он позволил мне ощутить себя, как никто другой. И он показал мне, кем я не являюсь. Вот почему я здесь. Я здесь только для одного человека. Я здесь только ради Садхгуру. Это затрагивает вас очень глубоко. И я думаю, что невозможно остаться прежним, пройдя через такой опыт. Думаю, что любой, кто смог испытать это, благословлен. И я хотела бы пожелать этого всем, кого я люблю. Это благословение, что я живу с ним в одно время. Это все, что я могу сказать. Мне так повезло. В юргической культуре Шива считается источником мистицизма. Это значит, что без него мы бы даже не знали, что есть что-то мистическое. Именно благодаря ему мы можем понимать хотя бы некоторые фрагменты и задумываться о них. По крайней мере, мы получили возможность задумываться об этом, потому что, в противном случае, мы бы вообще не знали о них. Я воспринимаю его как захватчика, потому что он вторгся в мою жизнь, без приглашения. Я не знаю, кем он будет для вас, будет ли он существовать или нет. Давайте оставим это как есть. Нужно знать, что Шива всегда отождествлялся с танцем и музыкой. В первую очередь с танцем, потом с музыкой. Все, что происходит с нами. Когда я говорю, все, что происходит с нами, с вами происходит только одно. Это чувственный опыт. Холод, жара, что-то приятное, неоприятное, удовольствие, боль, всевозможные ощущения. Чтобы эти ощущения или основы нашего переживания превратились в глубокую возможность, вы должны слушать трагу, мелодию, заданную существованием. Это совершается не нами. Это не в наших руках. Это просто происходит. Ощущения уже были даны нам. Единственное, что мы должны найти, это ритм. Если вы найдете ритм, тогда каждое переживание станет глубоким переживанием. Так что, когда мы говорим Шива, мы говорим, что он танцор. Это значит, что он нашел свой ритм. Поскольку он нашел свой ритм, он стал самым глубоким существом, которое только можно представить. Поэтому, все, что вам нужно сделать в своей жизни, найти этот ритм. Я говорю вам это, потому что завтра вы идете на калаш. Продолжение следует... Веками, на протяжении тысячелетий люди видели и ощущали путь, по которому мы идем, как тело Шивы. Если мы идем по чьему-то телу, как нам нужно идти? Мы должны идти с такой чувствительностью, как будто мы идем по чьему-то телу. И продолжайте повторять мантру с каждым дыханием. С каждым вдохом Шивы Шамго. Продолжайте идти, там нечто потрясающее. Сам переход для меня был намного проще с точки зрения физически. Это было намного проще после телича, потому что фактически это была плоская местность. Мы поднимались постепенно, но Садгуру был так воодушевлен, что продолжал идти, даже не останавливаясь, чтобы выпить воды или перевести дыхание. Иногда мне казалось, что мои легкие сейчас взорвутся, и я думала, почему он не останавливается, и почти молилась. Садгуру, пожалуйста, остановись, по крайней мере, чтобы выпить воды. Первый раз мы остановились у западного склона Кайлаша. Садгуру, пожалуйста, остановись, по крайней мере. Садгуру, пожалуйста. Садгуру, пожалуйста. По какой-то причине я проснулся в 2.30 утра. Я вышел и осмотрелся. Это было величественное зрелище. Небо было не очень ясным. Была дымка, но я могла видеть кайлаш, я могла видеть луну. Это был один из самых великолепных видов. Я думаю, это останется в моей памяти навсегда. Я видела много прекрасных полнолуний, я очень люблю смотреть на луну, но тот раз, тот раз был действительно особенным. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он прикоснулся большим пальцем к моему лбу. Если вы спросите меня, что произошло, я не смогу вам ответить. Все, что я знаю, я просто растворилась. Это было потрясающе, как будто он передавал определенные ощущения силы и в то же время ощущение ответственности. Он просто отдавал свою жизненную энергию каждому из нас. Вне зависимости от того, кто мы, он отдал все. В тот момент я полностью сдалась, потому что я нашла в нем своего гуру. Это было как одно мгновение. Я просто смотрела на него, и это произошло. Субтитры создавал DimaTorzok Кайлаш не должен становиться еще одной галочкой в вашем дневнике. Я был в Каше, я был в Африке на сафари, я был в Вегасе и сходил на Кайлаш с Адгуру. Это не еще один трофей. Если вы открыты, это может стать основой вашего существования. Только тогда вы получите пользу. Иначе это будет очередной значок. Такие значки могут стать очень тяжелыми и начнут тянуть вас на дно. «Ананды» Я не могу ничего сделать. Намаскарам Садгуру Всю свою жизнь я питала свой интеллект Я придавала столько значения интеллекту и логике Но потом вы вошли в мою жизнь и нарушили это И я обнаружила нечто, что находится за пределами интеллекта Большое вам спасибо за эту возможность Я не могу выразить Для меня Время не определяет качество отношений Но мы были вместе почти три недели Если с вами не произошла трансформация То я надеюсь, что было заложено хотя бы зерно для трансформации Это было чудесно быть со всеми вами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому